Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает Лападом. И сегодня я хотел бы представить вам очень интересную антологию. Это двуязычная антология поэты Латинской Америки и России на 11-м международном фестивале Биеннале поэтов в Москве. Значит, давайте разберемся, что это за Биеннале. Во-первых, книга издана Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Даля. Он же Госледмузей. Значит, Биеннале 11-е существует с, соответственно, 1999 года. Автор идеи и концепции Евгений Бунимович, современный поэт и общественный деятель. Более 35 стран и все регионы Российской Федерации представлены своими поэтами, были на этих вот ежегодных мероприятиях. А делают это мои друзья Даниил Файзов и Юрий Цветков. Не только они, конечно, но я, в общем, назову только их. Простите, в выходных данных книгах вы найдете всех остальных организаторов. Поэзия «Генетический код культуры», заявляет предисловие Евгений Бунимович. И это действительно так. В этом вот коде, в этой сжатой компактной информации содержится огромное количество идей, метафор, атмосферных каких-то явлений, духа времени, которые очень плотно упакованы. Вот что имеется в виду под «Генетическим кодом». Можно из короткого стихотворения понять о целой эпохе, о целой стране и даже о целых континентах. Очень многое. Возможно, больше, чем из многостраничных монографий, путеводителей, справочников и всевозможных другой такой же информационно насыщенной информации. Поэзия гораздо более информативна. Как это ни странно, как это ни парадоксально, потому что наш мозг ищет сухих фактов и цифр. Получая вот эту вот совершенно другого рода информацию, он на самом деле узнает о дальних краях гораздо больше. И вот да, о целых континентах тоже могут говорить поэты и представлять их полновесно, полнокровно. «Сближение поэтических континентов», так и называется статья Юрия Цветкова, это действительно такой некий дрейф материков, который приводит к каким-то таким масштабным очень изменениям. Сам Биеннале – это фестиваль, который, ну, в общем, поражает своим размахом. Там есть и какие-то неофициальные тусовки, я уж не буду сейчас сдаваться. Я совершенно честно признал, что я знаком с какими-то участниками, да, не из Латинской Америки, я имею в виду московскими поэтами. И как-то вот на этих тусовках иногда появлялся, да. Но дело не в этом, дело не в чьей-то моей или другой причастности. Это 29 площадок, это огромное количество событий. Это очень официальные, значит, где-нибудь там, чуть ли не в Кремле, мероприятия, да, под эгидой Государственного литературного музея. И совершенно неформальные сближения, опять же, поэтов, неформальная тусовка, неформальный обмен мнениями и, значит, творческими какими-то достижениями. 17 латиноамериканских поэтов и 42 русских имени. Особенно надо отметить, и в этом большое достоинство этой антологии, то, что уделено внимание переводчикам. Составлены биографические справки не только о самих поэтах, но и о переводчиках, которые донесли до русского читателя. Это важно. Потому что это стиль, это собственный ракурс, собственный взгляд на переводимый материал, собственная творческая биография у каждого переводчика. Зачастую двойная, да, одновременно поэтическая и переводческая. Это два ремесла, которые очень близко, но не смешиваются, да, лежат. Вот крайне интересна огромная статья, которая предваряет, собственно, тексты Натальи Азаровой, Светланы Бачавер, Кирилла Корчагина. Это статья о том, каким им представляется, какой им представляется латиноамериканская поэзия. Напомню, это более 20 стран, примерно 20 стран, говорящих на разных языках. Центром, конечно, тяжести является испанский язык, но далеко не только. Есть несколько очень важных тенденций, которые объединяют... Нет, это не страстность. Не надо вот этих расхожих штампов. Есть несколько важных тенденций, которые объединяют и латиноамериканскую прозу, и латиноамериканскую поэзию современную. Во-первых, это очень глубокое осмысление наследия, творческого наследия и взгляда на мир Уитмена. Вот с Уитменом у них очень много связано. Во-вторых, эпоха сюрреализма, которая наступила там гораздо позднее, чем у нас. Она подзадержалась, она там расцвела более буйным цветом. У нас сюрреализм все-таки это тоненькая просвойка в пироге течений и стилей, которым так славится 20 век. Один изм сменялся другим, а там сюрреализм нашел благодатную почву. И еще традиции барокко и барочной культуры в ее своеобразном испанском изводе, они, значит, в варианте, они там расцвели буйным цветом и как-то оплодотворили, значит, поэзию. Или наоборот, это она их оплодотворила, это не важно. Они просто вступили в какое-то взаимодействие и тоже какой-то особый привкус привнесли. Есть, конечно, случаи сложнейшие, которые вообще непонятно, можно ли перевести, и непонятно, удачно ли сейчас они, эти переводы. Ну, вроде бы, удачно, да, мне это завораживает, конечно, всегда колоссальная сложность задачи. Вот, например, Дуглас Диегос. Он, значит, практикует так, как это названо, опять же, в статье, дикий портуньол. То есть, это портуньол, это суржик местный, смесь португальского, испанского и языка индейца в Гуаране. Как это переводить на русский язык, вообще, черт его знает. И это совершенно потрясающе, потому что португальский и испанский очень похожи, но это разные языки. И там есть нюансы, которые слышат только ухо носителя родного языка. Но я уж не говорю про Гуаране, который совершенно из другой языковой семьи. Совершенно он может сколько угодно обыспаниться за прошедшее столетие, да, но это оригинальный язык с оригинальной картиной мира, воплощенной в этом языке и совершенно отдельным. Еще хочется отметить статью, на которую мне просто посоветовал обратить внимание Юрий Цветков. Это Олег Альдерон. Называется она «Кровь, любовь, стихи, стихи, стихи». Значит, это русская, современная русская поэзия, ну, скажем так, оторванная уже от более классичной традиции 20 века, новейшая русская поэзия глазами латиноамериканского поэта. Страшно интересно. Добро бы он рассуждал, еще раз повторюсь, о делах давно минувших дней. Вот, а Евтушаин каких-то гастролях, там, поэтах-шестидесятников нет. Он говорит о самом насущном, о том, что он прямо сейчас видит. То, что он может прочитать, там, не знаю, у Льва Аборина или у Данила Давыдова, да. То есть это не просто наши современники, это те, кто прямо сейчас делают литературный процесс на наших глазах. И их удачи, и их поражения – это часть нашей с вами повседневности. Вот, что пишет Кальдерон. Во-первых, его, конечно, поражает та разочарованность в политике и в общественной мысли, и в общественном движении, которое наблюдается у самых разных поэтов. Во-вторых, он отмечает удивительное разнообразие, удивительные впечатления его, у него очень сильные, значит, от современной поэзии. Но если вернуться к первому пункту, то это действительно очень как-то правильно, это логично и в то же время потрясающе удивительно. Такое ощущение, что там, в испаноязычном мире Латинской Америки, вот эти вот революционно-общественные волны, вот эта вот пассионарность, значит, политическая, она еще не отшумела. Там где-то в джунглях до сих пор бродят революционные отряды, чуть ли не со времен мексиканской революции. И святой Маркис, помоги, могут в любой момент выйти на цивилизованное шоссе к бензозаправке. Вот и из этих джунглей, да, вот, со своими винтовками в пыльных шляпах или там шлемах. Вот, и боже упаси, конечно, но с другой стороны, там все это очень буйно. И все это очень, конечно, с одной стороны, как опять же сказано в статье, родственно стихии карнавала, а с другой стороны, очень родственно стихии революции, да, стихии вот этого общественного движения, вот этой волны. У нас как-то этого не чувствуется. И это удивительно обидное, удивительно интересное замечание Олега Кальдерона, если я правильно его цитирую, у вас могут быть свои варианты, толкование того, что он написал. Вот, особенно если читать все-таки испанский текст, а не русский перевод, дважды я говорюсь, да. Но, тем не менее, это очень интересное замечание, оно показалось мне крайне любопытным, взгляд со стороны. В целом же можно сказать, что эту книгу я бы рекомендовал отнюдь не только тем, кто ценит современную поэзию со всеми ее интеллектуальными наворотами, выкрутасами, непоэтичными, прозаическими или какими-то другими вкраплениями, да, а всем, кто хотел бы понять, что, особенно если хоть немножко знает испанский язык, что это такое современная Латинская Америка. Потому что поэзия – это душа, или генетический код, как говорит на современный Влад Евгений Банимович, душа тех народов, которых она представляет. А там очень много, это должно быть очень серьезное посольство такое культурное, потому что около 20 стран на необозримых просторах, целый континент, и крайне интересная, крайне пестрая картина мира встает перед глазами. Читайте, наслаждайтесь поэту Латинской Америки на 11-м пионале поэтов. Спасибо за внимание. Спасибо.